Энэн пошёл к Гагинам без большого желания. Гагин, встретив его, повёл прогуляться, и на скамье у Рейна начал откровенный разговор. Он рассказал, что Ася в самом деле его сестра, хотя только по отцу. Мать Гагина, дворянка, умерла почти сразу после его рождения. Отец затворился в деревне. Когда Гагину было 12 лет, родитель отдал его одному родственникам в Петербург для учёбы в юнкерской школе. А сам в поместье сошёлся с горничной своей бывшей жены Татьяной. От неё и родилась Ася. Отец хотел сочетаться с Татьяной законным браком, но эта умная и гордая девушка считала, что ей, крестьянке, не пристала выходить за дворянина. Через несколько лет отец заболел. Гагин едва успел застать его в деревне живым. Отец рассказал сыну про Асю, о которой тот доселе ничего не знал. Татьяна тогда уже умерла, а Ася, которой первые девять лет жизни провела среди крестьян, после кончины матери воспитывалась в господском доме. Она так и осталась наполовину крестьянкой, наполовину барышней. После смерти отца Гагин поместил сестру в один из лучших столичных пансионов. Там среди знатных подруг, которые язвили и кололи Асю низким происхождением, сложился её странный, гордый и отчуждённый характер. «Порох она настоящий», – вздыхал Гагин. «До сих пор ей никто не нравился, но беда, если она кого полюбит. Асе нужен герой, необыкновенный человек. На днях она начала уверять, что только одного меня любит, и век будет меня одного любить». Рассказ Гагина разъяснил Энен все его недоумения. На сердце у него стало легко и сладко. Рассказ Гагина разъяснил Энен. «Городи»